Итак, приступим. О чем мы будем говорить? О всех моих вот этих вот, как они называются, биодобавках. Не все прям ем каждый день, неделями могу ничего из этого не употреблять. Просто я показываю, что у меня вообще есть. В принципе, что у меня есть вообще. Так, ну начнем, начнем, с чего мы начнем. Самое последнее, что я купил, это мелатонин. Тут еще написано ленджа с крестиком американский. Вот такой вот, красавчик. Вот так открывается крышечка, как в юнитазе. И там, значит, вот такие вот таблетки. Они жевательные. Они прекрасно пахнут клубничкой. Здесь клубничка нарисована. Клубничка. И так. 10 миллиграмм. 10 миллиграмм против 3 миллиграмм обычно. Обычно вот. И держит какое-то время, потом можно ночью проснуться. Есть другие мелатонины, которые продаются на iHerb. Я про них только слышал, еще не покупал. То есть, ты его пьешь, он сначала действует, потом добивает тебя. То есть, там еще одна капсула, которая раскрывается в желудке чуть позже. И, соответственно, она, ну, гораздо лучше работает. И ты всю ночь спишь. Я, значит, сегодня только попробовал этот мелатонин. И что могу сказать? Ну, в принципе, уснул. Думал, что не уснул. Ну, то есть, без него бы хрен уснул. Уснул, проснулся где-то в 5 утра. И все-таки решил, пошел на кухню, съел еще одну таблетку. И, в общем, да, ну, в общем, такое дело. В принципе, мне нравится. Пошел. Ночью сходил, значит, там, если надо, в туалет тебе. Может быть, еще немножко выпить чаю, пару глотков и еще докинуться мелатонином. Это для восстановления режима сна очень пригодно. Я бы не сказал, что я буду его пить каждый день. Нафиг это надо. Я за здоровый сон без всяких пилюлик. Но, тем не менее. Еще бы долгую историю рассказал о том, как я вообще, ну, много чего о том, как уснуть, о том, что нельзя так прийти просто в аптеку, сказать, дайте мне снотворное, и тебе дадут. Вообще, что такое снотворное? Крайне, крайне такое, знаешь, ну, по большому счету нет никаких снотворных в природе. В принципе, я думаю, что надо бы мне купить тупо пустырника, и даже будет не хуже. Но от пустырника просыпаешься с какой-то тяжелой головой. Не особо он хорош в этом плане. Так, ну что, мелатонин? Давай туда вот только поставим. Продолжаем разговор. Так, что еще? Что еще? Значит, про сон мы поговорили. Больше ничего про сон у меня нету. Ну, давай поговорим про то, что такое утро и как просыпаться. Значит, что, когда просыпаешься утром, нужно, чтобы у тебя голова немножко как-то заработала. И, в принципе, кто-то, кто-то кофе забивается. Я лично кофе небольшой фанат кофе, потому что, ну, кофе это просто приятный вкусный напиток, от которого подскакивает давление. И, по большому счету, толку от него никакого, потому что у кофе есть откат. Так же, как у многих других энергетиков. Ну, ладно, об этом чуть-чуть попозже. Значит, ну, это просто бутылка, потому что то лекарство, о котором сейчас пойдет речь, даже не лекарство, а биодобавка, оно не, так сказать, ну, его не продают в удобной упаковке, поэтому вот приходится придумать для него какие-то бутылочки. Так что не обращаю внимание. На самом деле это обычная глюкоза, знакомая всем с детства, обычная глюкоза в таблеточках. Ничего особенного в ней нет. Можно, кстати, использовать глюкозу для капельницы, такие большие бутылки. Значит, с утра выпиваешь стакан теплой воды сразу же, как только проснулся, и можно добавить еще глюкозу. Мозги прочищаются моментально. Глюкоза тоже редко, редко употребляю, просто, ну, как-то оно не особо-то надо. Мне как-то проснулся, и ладно, что еще. Далее, после того, как проснулся, не всегда хочется есть. Обычно даже и не хочется есть. Тут разговор долгий. Почему, как, в общем, я, насколько понимаю в этой теме, то у нас, значит, что-то осталось в желудке, в кишечнике, и организм говорит тебе, что не надо меня, не надо меня кормить, я только что проснулся, мне и так хреново. Мне, то есть, организм испытывает некий стресс от того, что вот он проснулся, то есть сон, это такая маленькая, знаешь, как бы смерть, такая маленькая кома, маленькое испытание. И вот ты проснулся, и тебе не хочется есть. Так же, как в какой-то ситуации стрессовой, какой-то там тяжелой ситуации, тебе тоже не хочется есть. Такое бывает, но не у всех, конечно же. И что это значит? Если ты не хочешь есть, это значит, блин, ну, это будет тавтология, но, тем не менее, тебе не хочется есть, это то и означает, оно само себя и означает. Вот, тут не о чем даже спорить, разговаривать. Так вот, значит, организму вполне достаточно, и он, как бы говорит, у меня калорий достаточно для того, чтобы там, ну, тебе там что-то делать, жить. Но, у нас как устроено? У нас же как устроено? Надо в 7 утра выйти из дому, к 8 у тебя начинается рабочий день, на работе обычно написано, в 8 мы уже работаем, в 5 мы еще работаем. И вот до 12 ты, как бы, не можешь даже поесть. Это целый огромный промежуток времени. И организм за это время, он опомнился и кричит тебе, эээ, я хочу есть. А ты говоришь, нет, извини, раньше надо было, что ж ты с утра-то? А с утра-то он не хотел, понимаешь? Какой-то анекдот напоминает. А раньше что? А, да, мальчик, который до 18 лет молчал в семье, в английской семье дипломатов. Вот такой анекдот был. Вот он до 18 лет молчал, там к докторам водили, все, ну, ладно, смирились. И 18 лет ему исполнилось, значит, за столом они сидят, завтракают, он говорит, маман, а каши-то не соленые. А все, ой, а чё ж ты раньше-то молчал, а раньше нормально все было. То есть вот это вот оно тоже самое, а чё ж ты раньше-то молчал, а раньше вот мне было достаточно, я сытый был, чё? Организм, он не может объяснять, он тебе говорит, хочу есть, не хочу есть, все, тут все просто, плюс-минус, как в битах. Короче говоря, то есть его надо обмануть, он не понимает, дурак, что ему надо как-то ему подкинуть, чтобы до 12 он нормально дожил. В этом случае, то есть когда мы работаем, есть такие вещи, как вот такое вот не молоко, хотя, в принципе, можно и молоко, если у тебя нет с ним никаких проблем. Но это очень калорийный продукт, и дополнительно у меня, так видно тебе нет, яичный протеин, генетик лап, ну не знаю, мне в принципе нравится. Хотя отечественные производители я не очень, ну я их побаиваюсь, есть такой характерный аромат и яиц, такой знаешь, старых яиц, тут есть скуп, все нормально, вот такой порошок, пахнет он не очень приятно, но всяко лучше, чем говяжий протеин. Почему яичный? Потому что, ну с утра яичный протеин нормально, это просто, это просто протеин, протеин это что? Это просто взяли белки яичные из обычных яиц и высушили, все, вот они. Может туда еще добавили всяких витаминов, все такое, никаких наркотиков там, что там про протеины говорят, весь этот бред, конечно же не слушай. Со вкусом шоколада, он довольно-таки вкусный, но так более-менее, конечно лучше молочный протеин, там какой-нибудь изолят, там естественно поменьше стоп лактозы, но лактоза она все равно будет присутствовать, как избавить молоко от лактозы никто не знает, на 100%, а кто знает, те не говорят, засекречено, как принято в Финляндии. Да, в Финляндии знают, как избавлять процентов на 90 молоко от лактозы, но у них не принято, ну есть в Финляндии давно так, знаешь, знают как он что-нибудь и никому не рассказывают, это у них такая фишка, народная такая у них забава, сволочь, лучше бы рассказали, все бы знают, ну ладно, ладно. И вот значит, вот он, яичный, яичный протеин, яичный белок, яичный белок, просто это выходит, ну примерно, не знаю, дороже, не дороже, ну где-то так же, как покупать яйца. Но яичный, покупать яйца и выкидывать желток, я лично не могу, я человек, который жил в Советском Союзе, который пережил 90-е, я знаю, что такое голод, я знаю, что такое сидеть на хлебе и воде, в прямом смысле. Вот, я все это знаю, поэтому для меня выкидывать желток, ну я не могу через это, понимаешь, я не могу себе это сломать, это стереотип, что выкидывать еду, это, ну какое-то, это какое-то преступление. Да и учили нас примерно так же, что хлеб нельзя выбрасывать, например. Вот, вот тебе яичный белок, добавь сюда такое не молоко, овсяный продукт, и вот тебе геймер, смешаем буквально один скуп, это там две ложки, как они, две столовых ложки вот этого и полстакана вот этого не молока, разбавляющей водой, чтобы не слишком калорийной, ну чтобы не слишком такое было прям жесткое, ну чтобы прям такое сильное получается. Вот, выпиваешь такой этот шейкер, шейкер взбалтываешь, выпиваешь, шейкер сразу помой, на чем воняет, потому что белок, белок едят все, белок любят все, кроме веганов, вот, животный белок едят вообще все, все любят яичный белок, любой белок, особенно животный. Вот, и вот смешаем, получается геймер, и в принципе можно сказать, да, это можно, ну, это едой можно назвать натяжкой, но это лучше, чем вообще ничего, правильно? Лучше, чем вообще ничего, вот эти два друга надо, да, и белок можно заменить каким хочешь, даже в принципе растительным, если у тебя какие-то странности там, с восприятием мира, в котором мы живем, что он там создан неправильно, что человек создан неправильно, что ты лучше знаешь, что тебе нужно есть, вот, а природа дура, бог калека, это да, это, это твой личное мнение. Но я лично считаю, что эволюция, она мудрее, ладно, не важно, поехали так, не видно будет, это все мешает немножко, продолжаем. Что у меня еще есть? Это тоже, кстати, белок, я тоже ем не прям не каждый день, это так, когда мне там срачняк куда-то на работу, и надо там, это, то есть, чтобы вот вообще нужно пожрать, а ты не хочешь, ну, ты понимаешь, что ты сейчас пойдешь работать, и у тебя через час-два захочется есть. Ну, что ж, продолжаем разговор, так, что у нас следующее, ну, давай так, коротко о кофеине, о кофеине с бедным замолвить и слово, отечественный, а нет, венгерский кофеин, 450 рублей, покупал я его, так, в принципе, может быть, его тут много, зацени-ка, прям вообще россыпи, в каждой капсуле непонятно сколько, ну, то есть, я не понял, как они считают, вот, вообще, кофеин для, покупал для того, чтобы сделать пенталген N своими руками, думал, что этот лучше, но он невкусный, вот, поэтому, и кофеин аптечный, он недорогой и безвкусный, вот, и вроде как аптечный, ему можно как-то больше доверять, не знаю, в общем, наверное, зря купил, не знаю, но, в принципе, можно, если что, там, на крайняк, да, можно вот из одной капсулы высыпать немножко порошка и себе закинуть, чтобы боль такой, ну, как, он как энергетик больше действует, ну, вообще, все эти энергетики, по энергетикам-то отдельным бы, конечно, отдельное видео снять, но по энергетикам они, в принципе, как вот, как наркотики работают, энергетики, а про наркотики есть такая интересная метафора, что наркотики, это, похоже на, они такие странные, русские горки, где у тебя сначала идет подъем, а потом ты опускаешься, причем, каждый раз, когда ты опускаешься, ты опускаешься все ниже, а подъем у тебя все короче, и, ну, то есть, ты опускаешься все ниже, а подъем все короче, и так в итоге и заканчиваешь. Хорошая метафора. И вот со всеми вот этими веществами, в том числе энергетиками, примерно то же самое, ты закидываешься, у тебя подъем, у тебя подъем энергии, а потом резко отпускает. И поэтому я все-таки предпочитаю, потому что энергетики все-таки нужны, крайне редко, но они бывают нужны, как такое вот зло, но во благо, да, вот на работе, там надо, тебе работать надо 12 часов, допустим, а у тебя уже сил нет. Я с собой ношу, беру, например, фляжку с энергетиком и рекомендую именно Red Bull, потому что у него очень красивый состав. Да, он, собака, дорогой, я пытался его заменить, но другие энергетики дешевые, там копеечные, со скидкой, в магните, все нормально, но весь ужас в том, что ты его, как бы, употребляешь, и он даже дает какой-то более-менее ощутимый подъем сил, но потом резкая яма после этого. С Red Bull такого, в принципе, не бывает. Red Bull более ощутимый подъем, более долго он тебя держит, но яма потом, конечно, неизбежна. Но ты уже пришел домой, расслабился, так сказать, расслабился, лег на диван и такой уставший, все. Потому что энергетики, откуда они берут энергию, как ты думаешь? Они, ну, волшебства-то не бывает. Откуда энергетик может брать энергию? Включи свое критическое мышление. Энергетики берут энергию не из космоса, не от Бога там какого-нибудь, а энергии, да? Нет электростанции. Энергетики берут твою энергию, твою энергию, которая у тебя уже есть. Просто организм ее не дает, он ее придерживает на какой-то, на черный день. И неспроста он знает, что придерживать. И вот они эту энергию, вот они, короче, вскрывают вот эти вот сейфы с энергией, да, вот эти все вещества, и ее освобождают. То есть ты, как бы, на энергетиках ты прешь, как бы, ну, тратишь все, что у тебя там по закромам осталось. Можно на энергетиках себя загнать вполне. Сердце, инсульт, инфаркт, что угодно может быть. Нервное истощение, можно чокнуться, если слабоват с головой, вот, а можно даже и нет. Короче, всякое возможно. А лучше с ними вообще не играть в эти игрушки. Так же, как с веществами, которые у тебя, ну, транквилизатор, их обратные друзья. Вообще круто, начинай день с энергетиков, а заканчивать транквилизаторами. Не знаю, насколько тебя хватит, но мне кажется, это вообще путь в никуда. Пошел отсюда. Значит, эта бутылка у меня, наверное, на мою, надеюсь, долгую жизнь хватит ее всю. И, возможно, она, когда просрочится, будет слабой и, короче, не знаю. По консистенции так не понял, какие круче, аптечные либо эти. Далее, что? Ну, вот, те же, забыл, как называются. У меня вот в такой бутылочке, постоянно что-то наклеиваю. Сегодня здесь радиовый розовый экстракт. Может, еще какой-нибудь Эли Утеракока какого-нибудь будет, или Левзея, или каких-то только нет препаратов. Такие вот растительного происхождения. Бодяжить их рекомендую с Кока-Колой. Они отечественные, они, насколько я полагаю, они не подделывают их особо, никто кому это надо. Ну, вот такое вот сырье собирают, делают из них вот такие всякие экстрактики и продают в аптеке. Ну, в принципе, бодрит, но каких-то там прорывных результатов, ощущений я бы не сказал. Ничего особенного. Но сейчас, вот, будь внимательнее, сейчас я тебе расскажу, что для меня было просто великолепным решением в этой области. Так, где там у меня был этот препарат? Креатин. Креатин моногидрат. По-моему, есть еще какой-то более качественный изготовитель. Сделано так, сделано, по-моему, в России. Вот, сейчас город Сергеев, город Сергеев. Вот, вроде бы, вроде бы Россия. Что сказать? Ну, вот эти вот бутылочки, они часто вот их видно, они продаются в спортпите в отечественном. Вот, их можно увидеть. Производитель, ну, вроде так, вроде ничего. Я его купил, что-то там наслушался, отзывов качков, вообще отзывов, рассказов про него крайне мало, но тем не менее, они есть. И наслушался, решил себе купить. Он недорогой, я его купил. Потом где-то услышал, что он плохо влияет на почки. И это правда, если его пить много, ну, побоялся. В общем, у меня завалялся что-то как-то, и я как-то уже подзабыл, для чего его брал, от чего он встал. Вот, он где-то что-то быстренько погуглил. А, ну, понятно, что это такое. Закинулся, попробовал и офигел. Я честно тебе скажу, я не ожидал от него никаких результатов. Но эта вещь, неужели он легален? Вот что меня удивляет. Это прямо стойкий, ощутимый эффект. Без всяких энергетиков. Энергетики, конечно, они дают такую, знаешь, прям, бышь, такое сильное что-то. Но это разные вещи, я не знаю, как сравнивать. Он тебя как будто будет. Ты как будто становишься немножко таким каким-то, ну, как будто вот с утра его выпиваешь, и ты вот весь день такой, как будто тебе достаточно энергии. Причем с него я не ощущал никаких откатов. То есть, нет такого, что ты прям вот под ним бегал такой весь, такой ух, ух, домой пришел, вырубился, упал, выключился. Нет такого. То есть, в принципе, нормальный рабочий день проходит. Нормально приходишь вечером, у тебя еще хватает времени, что-то там себе приготовить поесть. Нормально там посмотрел ютубчик, лег спать, и все. И все так, в принципе, все нормально. И бессонницы особо нет. Но на ночь, конечно, я бы его не стал ни в коем случае. То есть, это такой легальный кокаин, я тебе скажу. Причем не тот кокаин, не настоящий кокаин, с которого резко там как будто тебя самолетом сшибло. А потом резко у тебя идет обратка. Это такое, знаешь, интересное вещество. Ну, в общем, не знаю, может быть у меня, может быть я что-то в нем увидел, чего в нем нет, я не знаю. Но меня он потряс лично. И я продолжаю эксперимент. Я его не пью, его у меня мало. Куплен он у меня давно. Возможно, был даже обзор, когда я его покупал, я не помню. Очень давно он у меня. И его тут очень много. То есть, это вообще круто, ты его покупаешь. Его много. Его надолго хватает. По одной в день мне достаточно. По одной в день, кстати, это нормальная дозировка. Две это уже многовато, три это уже очень много. Для тех, у кого проблемы с почками. У кого с почками никаких проблем нет, ни камней, ни недостаточности, ничего-чего-чего такого, то им можно и даже по три. Но все-таки аккуратнее. В общем, здесь у меня он получается, я не знаю, я, наверное, его поставил бы на первое место среди всех моих биодобарок. Но, опять же, я пью его крайне редко, когда у меня там на работе завалы, мне надо весь день бегать, работать. У меня это бывает не всегда. Как правило, всякие отчетные периоды, знаешь, в конце года вот тоже было. Тогда вот примерно каждый день одну выпиваю. А так? Нет. А зачем? То есть, если я веду какой-то такой диванный образ жизни, то я как-то стараюсь без пилюлик. Заметь, здесь только БАДы, здесь вряд ли будет что-то такое. Ну вот, разве что, Рибоксин в такой вот баночке, он же Мельдоний. То есть, здесь был раньше Рибоксин, потом здесь сейчас Мельдоний. Вот его сколько. Не заметил ничего такого. Пил его летом. Просто вот обозреваю, что он у меня есть. Его надо просто добить и забыть. Ничего такого не особенного не заметил. Возможно, его надо просто очень много пить. Там, или что, я не знаю. Я его пил, когда мне надо было на велосипеде летом какие-то делать движухи длинные, долгие. Вот, ну как бы для тренировок все-таки. И пьют-то его как раз спортсмены, ну, Мельдоний, он и в Африке Мельдоний. Помогает для сердца. Надо еще перечитать инструкцию, и возможно, может, я его еще докуплю, еще поюзаю. Вот, ну, не знаю, что с этим Мельдония, он, наверное, уже сгнил уже, наверное, там, сколько он у меня уже, года три, наверное, этот Мельдоний. Вот, когда скандал начался, тогда я его покупал, еще помню. Прикинь, ему, сколько лет. Все никак не допьют. Так, что еще? Что еще? А, вот еще по энергетикам. Вот, видишь, в основном всякие энергетики. Аргинин вот такой вот, просто хотел отрекламировать, что не заметил особо прямо аргининового действия, но, тем не менее, чвери, да, он такой, он вкусненький, это вкусный аргинин. В таких вот маленьких титрах по 25 миллиграмм, значит, перед какими-то соревнованиями, перед, кто там бегает, кто что делает. Я вот на велосипеде бывает, ну, уставший, что-то там не было тахикардии какой-нибудь. После лета, когда ты еще не привык на велике разгонять нормально. Ну, сейчас я велик, ну, то есть улучшил велосипед, и мне особо не надо. Раньше, раньше было нужно. Тем, кто ездит на таких великах, типа фикс, там, с одной скоростью, там, при этом любит нажимать, гнать на педали, я бы рекомендовал. Ну, этот-то вот аргинин, были у меня еще другие титры, не помню какие, креатин, что ли, или что там, что-то было, в общем, такое, которое повышает выносливость, вот, просто выносливость. А аргинин, он гоняет, что он гоняет, гоняет кровь, вот, а когда кровь гоняется, мышцы лучше растут, только и всего. Ну, они как бы лучше насыщаются, ну, это долго объяснять, давай не будем об этом. Просто вот он у меня остался. А вообще аргинин мне надо будет купить, чисто аргинин, не в таких вот штуках. Далее, далее, далее. Ну, давай по витаминкам пойдем, сейчас по витаминкам конкретно. Значит, любимые витамины Дели Формула. Для женщин, возможно, стоит купить какие-то витамины, тоже американские, естественно. Стоит купить какие-нибудь витамины с надписью для женщин, for women, там, и так далее. Не знаю, чем отличаются, но, если мужчина и женщина отличаются, то, возможно, и витамины лучше пить, разработанные специально для женщин. Тут никакого нет сексизма, потому что природа и мужчины, и женщины предназначены немножко для чего-то разного. Ну, одни там рожают, другие сражаются. Ну, короче говоря, понимаешь, да, то есть гормоны другие, например, мужчинам нужны какие-то более желательно, чтобы у них были какие-то витамины, которые повышают тестостерон, который падает в последнее время у всех. Universal Naturals компания. Это мои любимые витамины. Я их покупал очень давно, стоят они примерно рублей 600. Вот так они выглядят. Такие какашки. Ай! Сразу такой характерный запах витаминчиков пошел. Когда их пьешь, чувствуешь себя лучше. Лично я, лично у меня так. Чувствую себя бодрее, чувствую, что восстанавливаются силы лучше. Но, так как тут довольно много витаминов, на всякий случай, чтобы поберечь почки и печень, я их не злоупотребляю. Так просто вот, когда чувствуешь, что там заболеваешь, когда понимаешь, что ты попал, может, под дождь как-то такой, есть какие-то подозрения, что не простыть бы мне вот на этой неделе. Когда не высыпаешься, можно иногда добавлять. Ну, и так вот, где-то раз в неделю, может быть, раз в две недели одну выпиваю, и на этом все. Можно, кстати, половинками пить просто каждый день. Ну, они самые лучшие, мне кажутся. И почитаю отзывы. Все их хвалят. Просто ты начинаешь пить витамины и замечаешь разницу. В этом что-то да есть. Я вот, например, тоже, я не верил. То есть, у меня даже мысли не было, что я что-то замечу. Но, прикинь, я их начал пить и заметил разницу. Потом они кончились, я опять заметил разницу, потом опять стал их пить и опять заметил разницу. Я заменял их другими витаминами и не замечал разницу. Скажу еще, есть такой отечественный, как-то на букву К, не помню, как, забыл, как называется. Но и не будем его называть, чтобы они меня не засудили, чтобы они не пришли меня убивать на всякий случай. Но ты загадываешься, о каком препарате идет речь. Отечественное, естественно, все отечественное. Ну, то есть, не все отечественное, он производится, насколько его спалили, из китайского мусора, самого дешевого. Просто этот мусор собирают в кучу и штампуют у нас. От него меня постоянно тошнило. всякие там витрумы, несмотря на то, что у них тут в таблице все понаписано, может быть, даже близко к этому, но оно не совпадает. То есть, аптечные витамины, они, ну, в принципе, они годятся для детей. То есть, взрослые витамины аптечные, они, в принципе, могут быть годятся для детей. Но по количеству витаминов, они, во-первых, это неудобно, ну, как это неудобно, то есть, неэкономно. То есть, ты покупаешь, ну, как тебе сказать, ну, представь, что ты покупаешь бидон молока, да, а там одна бутылка молока, разбавленная водой, да, но при этом ты покупаешь бидон молока, по цене бидона молока. В то время, когда ты можешь купить бутылку молока по цене бутылки молока. Вот оно примерно так выходит. То есть, несмотря на то, что эти витамины не дешевые, эти стоят рублей 600-650 примерно, обычно, может сейчас подороже, но тем не менее, они выходят дешевле, чем аптечные. Одна таблетка вот этих витамин заменяет пачку в аптечных. Запросто такое бывает. Есть еще специальные витамины, вот такие, для качков. Так там вообще дозировки сумасшедшие. Их можно просто, если, ну, то есть, если ты не псих, то ты можешь одну таблетку просто вот там на 10 частей делить и пить каждый день. И ты понимаешь, насколько это выгодно? А аптечные витамины, ты знаешь, они тоже не дешевые, между прочим. Вот это респект, респект. Американские. Продолжаем разговор, что у нас дальше. Витамин группы B такие вот покупал. Не заметил никакой разницы. Должна, по идее, башка лучше соображать, когда их пьешь. Витаминный комплекс 90 капсул. Они кисленькие, поля, польские. Их тут мало, потому что половину отдал мамам. На самом деле, их было больше. Сколько уже месяцев не таме. Ничего пока сказать не могу. Может быть, надо их попробовать вообще просто каждый день пить. Забыл сюда поставить еще глицинчик. Но глицин давно уже бросил пить. Надо тоже его принимать иногда. В общем, витамины группы B. На этом все. Но можно добавлять, почему нет? Не такие они дорогие. Можно добавлять их не каждый день. Тем более, здесь вот у меня все витамины группы B, между прочим. Сейчас вот точно не скажу про эти, но есть еще отечественные витамины группы B, которые тоже выходят гораздо дороже, по идее. Не помню, как называется. Потому что сто лет их уже не покупал. Значит, что я про них уже говорил когда-то. когда у тебя начинается депрессняк, там осенний, допустим, депрессняк, а не плохое настроение. Это когда настроение плохое хотя бы в течение недели. Это уже нужно, можно подумать, что там какая-то легкая депрессия. Вот. Так вот, витамины группы B начинаем принимать и у тебя дня на два ремиссия. Это я замечал. Замечал, фиксировал неоднократно. Так что, если тебе нужны, так сказать, такая маленькая биполярочка, то вполне ништяк. Если не хочется садиться, естественно, на химию, на антидепрессанты, идти к психиатру, назначать и бегать с рецептом и прочее. Надо тебе там два дня сделать, ну, уладить все свои дела. Просто так, заведи список, так, что мне сделать, запиши там все вот это вот себе сразу в блокнотик, списочек, витаминчики группы B, бац, и вот как раз там, допустим, на выходные, и за выходные все свои дела, которые накопились, там, посуда не мыта, не стерна, там, все вот это, все это, брать, за два эти дня делаешь. Немножко похоже на эйфорию эффект, но потом обратно возвращается депрессняк. У меня сейчас такой прям явной депрессии нету, поэтому точно я их проверить, вот именно эти, не смог. Но на российских проверял, действительно, это работает. То есть, ремиссии один-два дня, два дня примерно, может, даже больше. я не гарантирую, но возможно, вполне возможно. Да и вообще, витамины группы В это хорошая вещь, рекомендую, тем не менее. Также витамин D3 покупал когда-то один раз в аптеке в обычных таблетках. Не знаю, что это значит, но тут есть такой вот витамин D3. это у нас с iHerb, как ты видишь. Они в таких вот маленьких гранулах, таких малюсеньких. Вот. Да, я прям сейчас выпью. Его здесь настолько много в одной капсуле, что достаточно двух таких маленьких капсул в день. Я думал, что он это не рыбий, жир, но оказалось, что это рыбий жир. Ну, ладно, что, рыбий жир, так рыбий жир. В принципе, вот эта баночка недорогая. И они такие маленькие. Они были такие здоровые. Вот. А здесь они прям такие маленькие. Вот. Ну, это просто витамин D3. Да, от него тоже лучше работает, соображает голова. Мне на работе чаще всего нужно хорошо думать. размышлять. Поэтому я вот именно сочетаю вот этих двух, вот этих двух ребят. Они для меня важны. Но с глицином что-то я подзабросил. Надо его тоже периодически подбрасывать. с глицина. Когда пьешь глицин, лучше прям чувствую, что голова соображает лучше. Так, у меня уже ставить некуда здесь. Все, падать начинает потихонечку. Может, как-нибудь вот сюда. не, не надо. Так, что у нас? Ну, так вот как-то перейдем к цинку. Цинка купил я его давно. Рекомендую купить всем, особенно мужчинам. Он повышает тестостерон немножко. Он бустер чуть-чуть. Он такой немножко бустер. Здесь у меня вот, смотри, сколько таблеток. Они большие, они безвкусные, они белые. 100 таблеток здесь в банке. Посмотри, куплен он очень давно и у меня тут их очень много. При этом половину я высыпал тоже своей маман ну, родителям, чтобы что такое цинк, его употребляют во время всяких ОРЗ. Особенно, когда ты еще не заболел хорошо. Иногда, даже, когда уже заболел, тоже можно пить, но здесь он настолько мощный, что там прям чувствуешь, когда его выпьешь, чувствуешь себя так немножко офигевшим. Ну, слегка колбасит, знаешь. поэтому я его пью лучше на ночь, чтобы там во сне уже ничего. Уснул и все, проснулся, все нормально. Вот, ну, прям вот, ну, какой-то такой ощутимый эффект есть. Можно половиночку выпивать. когда, значит, все болеют, у всех ОРЗ, все на работе у тебя кашляют. Можно, можно немножко попринимать. Он улучшает сопротивление организма всевозможным инфекциям. Ну, и, конечно же, высыпайся. Это самое главное. Высыпаться, регулярно питаться, хотя бы понемножку, если на диете там какой-нибудь сидишь, что там, не сильно убиваться физически, ни до ни изнаниможения не стоит этого делать, работать. Вот, и добавляй цинк, и у тебя прям вообще никаких шансов ты не дашь никакому ОРЗ. Ну, конечно, от спида он не не застрахует, но, тем не менее, вещь хорошая. Эта баночка стоит рублей 400, и, я думаю, мне хватать должно, ну, лет на 5, да нет, ну, лет через 5 просто я бы его поменял на всякий случай, потому что лет через 5 он может выдохнуться, у меня такие подозрения, вот, хотя, нет, даже если он выдохнет, все равно будет, он будет ослабленным, но все равно будет мощный. Короче, я не знаю, очень выгодно. Купил, и, блин, в холодильнике он стоит, ну, лет 10, я думаю, максимум 10 лет, минимум года 2. Нет, какие года 2, какого за 2 года можно убить? В общем, кто-то его пьет каждый день, есть такие, но это не я, точно, я не смогу каждый день пить, просто мощная вещь, очень мощная. Иммунитет повышает, да, и это правда. Вся Америка сидит на цинке, и еще там на каких-то, надо у, у, у Дениса Гусева, посмотрели, у него был видос, он объяснял, что надо пить при ОРЗ. Там в основном какие-то витамины, да, тупо, тупо витамины, и наезжаешь на цинк, но желательно витамины подобрать такие, в которых цинка нет, то есть, сложности есть определенные, а цинка, цинка побольше, и получается, у тебя организм сам борется с этой, с инфекцией, со всеми делами. Вообще, с инфекциями не обязательно, не обязательно ОРЗ. Так, ну, что еще? На каждый день, сейчас, лично, это банка из-под другого лекарства, то есть, из-под витаминов каких-то, каких-то, не помню, не очень, не запомню. Все, что у меня здесь есть, это остатки, ну, тут еще был какой-то фильтром, говно, остатки активированного угля, таблетки. Очень хорошая вещь для пищеварения, активированного угла. Две таблетки перед едой, две таблетки после еды, для тех, у кого СРК, жуткая гадость, неплохое решение. Крепитесь, ребята, у кого серьезная СРК, крепитесь, я за вас болею. Активированный уголь это самый дешевый и не менее эффективный препарат среди этих самых, как они называются, ну, вот это фильтрующие, да, препараты. Есть просто разрекламированные, но ничем особо не отличающиеся по своим действиям. Были даже, вот, выявляли некоторых, раскрученные какие-то бренды, которые продают нам фуфло. 600 рублей стоит, 1000 рублей стоит. Если денег полно, то мне пофиг. А если у тебя, с деньгами у тебя проблемки, то лучше покупать старый, добрый, активированный уголь. Ну, и там, у кого СРК, крепитесь, держитесь. Я надеюсь, что у вас, что вы справитесь, возможно, вам активированный уголь поможет, и вы сможете, наконец, даже, возможно, познакомиться со своей второй половинкой. Далее, что у нас, есть хорошая вещь, блемарен, также, возможно, у кого проблемы с обменом веществ, может помочь, это шипучие таблетки, всего их в упаковке, не помню, штуки, четыре, по-моему, вот таких вот банок, для тех, у кого, ну, просто так, немножко пропить, кому надо, не надо. Слушай, я не знаю. Здесь, в общем, идут лимонная кислота, калия, гидрокарбонат и натрия, цитрат, и все эти вещества, если купить отдельно, они будут стоить, ну, рублей пять, наверное, даже меньше, в этом же количестве, какое оно в блемарине, но блемарен стоит полторы тысячи, а надо оно тебе не надо, я не знаю. Единственное, что там есть специальные лакмусы, которые нужно вставить в утреннюю мочу и проверить, нужен ли тебе этот блемарин. Если нужен, то, ну, можно пропить, я не знаю. Так вот, у меня просто завалялся и, не знаю, вот просто показываю, что у меня есть. Ну, это уже, ну, тут химия, тут тоже БАДом не назовешь, но тоже это не какое-то что-то аптечное, да, что-то такое, лекарство. Тоже, можно сказать, БАД, потому что, ну, что такое, лимонная кислота, гидрокарбонат, калий и натрия, цитрат. Ничего такого. Тоже, грубо говоря, БАД. И тоже, грубо говоря, ну, на уровне БАДа такой, по бесполезности. Причем, какого-нибудь говеного БАДа, типа ромашки. Хотя ромашка вещь хорошая, я не знаю. ГАБА. Я вообще не понял, что такое ГАБА. Я не понял, зачем ее пьют. Может быть, надо купить на iHerb чистую ГАБУ. Есть аналог ГАБЫ. В отечественных аптеках стоит, ну, где-то так же, можно даже дешевле, но чистый, химический, нормальный. В таблетках. А не в этом дурацком порошке. Здесь в порошке. Представляешь, вот этот порошок надо пить. И меня жаба душит. 600 рублей, кстати, потрачено. 600 рублей, мне жаба душит ее выкинуть. Ну, и пить ее как-то особо не в кайф. Потому что эта ГАБА, от нее, от нее лицо сразу наливается, такой горячим становится. такой прилив сильный, не очень прикольно. Что она дает, я не знаю, я не заметил, ничего такого я не заметил. Когда у меня был сложный период, такой депрессивный, она мне усилила депрессию, хотя это, по идее, антидепрессант, такой легкий, но без рецепта, который можно купить. у меня был какой-то депрессивный эффект от нее, прям усилилась депрессия, слезливость, там все такое, то есть, серьезно, не та депрессия, я не говорю про депрессию, ой, у меня грустно, у меня депрессия, нет, серьезная депрессия началась такая уже, ну, не серьезная, как сказать, легкая, но уже депрессия, уже была, с ним вместе, как это совпало, я не знаю, еще, габа пауэр, а пауэр, но при этом, возросла энергия, для того, чтобы не сидеть где-то на месте, то есть, я не мог сидеть на месте, мне начинало, не начинало это, ну, то есть, мозги ехать, начинали, я просто очень много работал, когда ты работаешь, двигаешься, что-то делаешь, ты, как бы, меняешь доминанту, и меньше думаешь о всякой хрени, всякой хрени в голову меньше лезет, и вроде как, ну, как при депрессии, там обычно нужно просто через, можно, можно просто через себя что-то делать, а кайфа ты не получишь ни от чего, по идее, ну, и там скачет, то тебе, то у тебя эйфория, то у тебя, вплоть до того, что сейчас расплачешься, и все плохо, так, в общем, а потом, я потом стал принимать, и ничего вообще не заметил, вообще никакого действия, только неприятные очень, которые ощущения, там, вот это лицо, такое теплее, краснеет, не знаю, что с ним происходит, я пытался настроить себя, что это приятное ощущение, но в конце концов, мне стало уже сильно неприятно с него, потом с этого дурацкого габа, он мне отлично ударяет по желудку, у меня желудок чувствительный, я могу что-нибудь не то съесть, да, я могу вообще сидеть месяц, на вареном, на всем вареном, у меня не будет никаких проблем с желудком, стоит мне что-нибудь не то съесть, какую-нибудь дрянь, у меня сразу начнется всякие сжоги, всякая хрень, вот, у меня чувствительный, сволочь, червяк, и от нее, да, вот прям гастрит начинается постепенно, то есть, как ее, как ее у этого, как ее добить, я даже не знаю, ну, будем как-то, может, иногда, пробовал еще на ночь пить, говорят, что с нее спишь лучше, ничего подобного, перед тренировкой какой-нибудь, ну, посмотрим, если будем тренироваться, то попробую, может быть, туда ее убью, но, вот, вообще не буду покупать больше, это дерьмо, разве что в аптеке еще попробую, и все, и хорош, только чтобы убедиться, что меня не подсунули, какой-то нюх, и последнее, что у нас тут остается, это аскорбиновая кислота, у меня в такой баночке, у меня аскорбиновая кислота, с глюкозой, посмотри на нее, здесь, просто такие таблетки, она вкусная, она питательная, предпочитаю пить, особенно в периоды, когда возможно ОРЗ, предпочитаю пить, когда, может быть, герпес скачал, тогда можно еще одну-две выпить, ну, тут 100 миллиграмм, тут в принципе, суточная доза для взрослого человека, что еще сказать, а, есть экстракт шиповника, он сладкий, он вкусный, он есть с каким-нибудь ксилитом, для тех, кто не любит сахар, вот, они все, все это продается, там достаточно одной ложки чайной в день, с утра, почему нет, с утра принял чайную ложку вкусного сиропчика, шиповника, и витамины С у тебя достаточно, если принимаешь, вот, с каким-нибудь вот этим, вот американским лекарством, тут может даже витамин С есть, вот тут витамин С есть, вот с этим надо быть аккуратным, вот здесь витамин С, большая доза, тут по-моему, в одной таблетке, вот в этой витамина С, столько же, сколько вот здесь, в целой таблетке витамина С, как это ни странно, короче, вот, просто вот она есть, когда-то купил, и она вот так не кончилась, хотя, ну, сейчас кончился, у меня сироп шиповника, если что, зима еще в разгаре, буду ее так иногда употреблять, но в таком виде она просто кисловато, и это не очень хорошо для желудка, поэтому, лежит у меня такая штука, аскорбиновая кислота, вот, в принципе, все, выпью сейчас прямо дно, вот, пожалуй, все, после еды натощать не стоит, вот, в принципе, все, все мои эти клюльки, вкусненько, будем прощаться, скажу лишь, что если там что-то, я за тебя вроде как проверяю все это, что могу, на что денег хватает, и что считаю нужно, я вроде как проверяю, на себе, и потом рассказываю, честно, никто мне ни за что не платит, если тебе кажется, что мне кто-то, что за что-то заплатил, вот эти вот, например, то это бред, посмотри, сколько у меня подписчиков, посмотри, сколько у этого видео просмотров, и когда оно опубликовано, и ты поймешь, что никто в здравом уме платить за это не будет, за такие обзоры, поэтому все, вот, все, что здесь есть, и естественно, я должен сказать, что если что, там, все это нужно принимать, после того, после того, как ты посоветуешься со своим врачом, у нас же у каждого человека есть свой врач, вот, в подвале сидит, прикованный цепями, просит, чтобы, ему надо выпить 13 ведер воды, так вот, ну, вот это вот, по крайней мере, если нет, аллергии на яйца, на яичный белок, вот это, короче, все это продается без рецепта, я не знаю, на свой страх и риск, с габой, я был бы поосторожней, с, кто там у нас еще, с креатином осторожней, не будь кретином, не шути, не будь кретином, не шути с креатином, осторожней с кофеином, с мелатонином, тоже, в принципе, не больше месяца его пьют, кому это надо вообще, и, конечно, рибоксин и мельдоний, тоже с ним осторожней, это по совету врача, цинк, с цинком поосторожней, с камином Д, можно неосторожно, более-менее, ну, тоже много нельзя его, вот именно этот, именно этот много нельзя, две, не больше, ну, три максимума, все, на этом теперь, пожалуй, все, что еще могу сказать, и так, видео получилось длиннющим, буду монтировать его месяц, и рендерить буду год, и просмотр, будет два, все, что ли, да, заканчиваем, и, Субтитры создавал DimaTorzok